Актуальная тема Почему лично вам запомнился этот форум? Во-первых, забыли сказать слово гражданские инициативы и общественный контроль. На самом деле основой явилась общественный контроль и вообще все те проблемные вопросы, которые волнуют жителей Республики Бурятия. И самой, наверное, живой трепетчущей темой явилась тема по жилищно-коммунальному хозяйству, по развитию села и по социальным проблемам. Это образование, здравоохранение и так далее. То есть самые насущные проблемы. Далее у нас этот форум проходил на 11 площадках, причем люди достаточно активно принимали участие. И на самом деле вообще любой гражданский форум – это возможность встретиться на одной площадке. Ну, кто был? Ну, во-первых, кроме того, что были руководители общественных организаций, некоммерческих организаций, естественно, чиновники, представляющие как органы власти. Это и Народный хурал, правительство Республики Бурятия. Это и были из органов местного самоправления. Но самое главное, к нам приехали наши соседи – это Иркутская область, Забайкальский край. И, конечно, очень отрадно, что вновь приехали к нам на этот гражданский форум члены общественной палаты. Уровень уже достаточно более высокий, потому что был заместитель… Ну, такая ремарка. Член общественной палаты России. Член общественной палаты России. Точенов Александр Сергеевич, заместитель секретаря общественной палаты. И комиссия, самая большая комиссия – это по ЖКХ строительство дорогам. Естественно, они, конечно, задали тон в части того, что те вопросы, они практически… Изменился стиль работы общественной палаты Российской Федерации, поскольку они проезжают все регионы Российской Федерации, пытаются аккумулировать проблемные вопросы для того, чтобы потом выйти с инициативы уже в органы власти. Прежде чем мы перейдем к обсуждению наших проблем, каких-то конкретных, вообще, в целом, мы на уровне других регионов, на уровне других соседей, или по опыту более отдаленных от нас регионов, как республика выглядит? Может быть, какие-то проблемы у нас есть общие, а может быть, наоборот, только локальные? Ну, проблемы, по крайней мере, я так выделила, проблему жилищно-коммунального хозяйства. Потому что это касается именно и тариф образования, и вопросов теплоснабжения. Это касается вопросов и развития сельских территорий, тем более, что у нас действительно 40% жителей проживает в селах, и нужно создать точно такие же условия. Это вы сейчас говорите о проблемах общих? Это проблемы общие. Это касается вопросов, ну, буквально на каждой площадке, да, вот были проблемы, связанные и с экологией. Это вопросы и связанные с здравоохранением, то есть предоставлением качественных услуг. Это вопрос общественного контроля на дорогах. Ну, то есть, все то, что оно тоже как бы касается и в других регионах Российской Федерации. Ну, нужно сказать, что вот коллеги из Общественной палаты Российской Федерации были только что на состоявшемся форуме в Калининграде. Это касается развития малогородов и были вот в Сахалине. И, конечно, отметили очень большую активность в других регионах. Я бы сказала о том, что в части вот такой живой активности, да, она была, более тысячи человек посетили, скажем, наши площадки, но нужно более активнее выходить вот с теми вопросами, которые есть. Ну, как показало, допустим, пленарное заседание, там было несколько вопросов, а по сути дела должны люди задавать именно вот такие вопросы, которые волнуют и не боятся этих вопросов. А почему у нас не задают? Ну, да, собственно говоря, почему не задают? Потому что боятся, потому что неинтересно или потому что не разбираются в этих вопросах? Или потому что не знают, что они должны задавать эти вопросы? Я думаю, что нет. Ну, что значит не задавать вопросы? Потому что те проблемы, которые у людей есть, они должны эти вопросы задавать. Другое дело, я думаю, что у населения республики Брятия насколько быстро эти вопросы будут решены. Вот по себя, поскольку я провожу общественный контроль и прием граждан, могу сказать о том, что, конечно, очень много нареканий бывает. То есть вот здесь как раз необходимо создать, скажем, заинтересованность людей, что есть вопрос, он решается. Он должен решаться значительно быстрее, нежели годами ходит человек и не может решить тот или иной вопрос. Ну, как этого добиться? Это первое. Второе. Второе. Понятно, что очень много проводится различных мероприятий. И, возможно, считают, что это очередное мероприятие. Возможно, этот вопрос не дойдет, потому что я же вижу в социальных сетях, насколько бывают активны люди, и они неравнодушны к тем проблемам, которые у нас есть. С другой стороны, часто проводятся круглые столы, встречи. Вполне возможно, какие-то вопросы, может быть, сняты. Татьяна Галина, вот, собственно говоря, об этом и был вопрос. То есть люди приходят, активно участвуют довольно, ну, в том плане, что своим присутствием активно участвуют, но не задают вопрос. Почему? Потому что они считают, да, что это мероприятие для галочки, и вот как отличить мероприятие для галочки от мероприятия, которое может реально помочь вам сделать свою жизнь комфортнее, лучше? Ну, здесь я бы что сказала. Если люди крайне заинтересованы в решении данного вопроса, и считают, что эти вопросы будут решены, да, мероприятие не для галочки. Например, опять же, я привожу Калининград, когда вопрос стоял, а как, допустим, рассказывали нам, какая должна быть крыша, и люди вышли все и сказали, нам должно быть так и так, да, то есть практически там, допустим, 30% этого города сказало, а вот мы видим это решение так, то есть высказывали свое отношение. С другой стороны, на самом деле, очень долго идет решение вопросов, потому что в течение года, допустим, решается один, какой-то вопрос, хотя он несложный, то есть здесь нужно ускоряться органам власти, быть, наверное, открытыми, прозрачными в каких-то решениях и говорить ту правду, которая есть. Как ускорить решение вопросов? Что такое ускорить решение вопросов? Ну, понятно, что предложений или, скажем, каких-то люди ждут решений, невозможно быстро решить, и это нужно объяснять, что в данном случае, допустим, в бюджете не хватает денег, для этого хотя бы поэтапно будет решаться так-то вопрос, что мы сегодня сделаем одно, завтра сделаем другое, третий, чтобы люди об этом понимали. Это первое. Второе, ну, по крайней мере, относительно пассивности наших людей, нужно на самом деле принимать участие в тех вопросах, которые важны для нас, а не ждать помощи, потому что, чтобы это не сводилось только к бюджету Республики Бурятия, а к тому, что, ну, а какой вклад ты внесешь сам? Например, мы были буквально в воскресенье на поселке, вернее, в Восточном, где она говорит, ну, вот из 120 человек, которые живут в этом доме, и вышло там буквально на субботник, на уборку 20 человек. Ну, как бы, ну, и прошло, и прошло. Ну, а в динамике это как-то отслеживается? Может быть, в прошлом году выходило вообще 17, а позапрошлым 10? Ну, не могу ничего сказать, это как один из примеров, но, с другой стороны, обвинять в том, что жители такие пассивные, это, я думаю, что есть элемент еще и недоверия. Хорошо, у нас же как большая часть населения рассуждает, то есть есть органы власти, любые, да, там, начиная вот от своего депутата на округе и заканчивая там высшими какими-то чиновниками. Они получают зарплату из налогов, мы оплачиваем эти налоги, то есть я вот, в принципе, не должен как-то что-то там инициировать, какие-то вещи, да, мне должны все это сделать хорошо, красиво, и чтобы мне жилось приятно. Как должно быть на самом деле? Ну, у каждого есть мера ответственности, есть она и у чиновников, есть она и у жителя, я имею в виду, допустим, даже у собственника многоквартирного дома, и поэтому здесь нужно работать сообща. Они, ну, понятно, что многое сейчас государство стало перекладывать на плечи людей, это понятно, что есть определенное возмущение, как перекрестного субсидирования по тем или иным вопросам, поэтому люди и тоже вправе требовать о том, что вы, извините, получая зарплату, должны выполнять свои функции и не забывать этого делать. Хорошо, давайте вернемся уже ближе к вашей теме. Вы в общественной палате Бурятии ведете направление ЖКХ, народного контроля, общественного контроля. По вашей тематике, какие были проблемы конкретные, поставленные на форуме? Ну, во-первых, площадка у нас называлась «Живи как хозяин, все в твоих руках», причем это название, оно связано с тем, что не вопросительно «как хозяин», а утвердительно, поскольку вот о чем мы с вами сейчас только говорили, что только сообща, то есть и ответственный собственник, ответственный чиновник и ответственный бизнес, то есть тогда можно вопросы эти очень быстро решить. Но что касается ЖКХ, вот Республики Бурятия, мы действительно выставили на обсуждение крайне сложные вопросы для Республики Бурятия. Это я назову четыре блока вопросов. Первый блок вопросов касается непригодного жилья, или так называемого аварийного жилья. На самом деле Республика Бурятия до 2012 года выполнила все свои, скажем, весь план переселения людей в нормальные условия. Это касается зоны БАМ, это касается наших городов, в том числе города Лан-Удэ. Но проблема на сегодняшний день в том, что идет крайне, скажем, медленное финансирование. И когда ставился вопрос, допустим, по зону БАМ, там идет финансирование всего сейчас 10% от требуемой суммы. Вот я примерно привела уже в количество лет, да, это потребуется там от 15 до 20 лет, чтобы людей переселить. Там порядка 2000 семей, но это очень достаточно долго. Для города Лан-Удэ это около 38%, и причем жалоб в общественную палату поступает именно от этих людей. Поэтому было принято решение, и конкретно подготовили, в частности, правительство Республики Бурятия. И мы предлагаем, выходим тоже с инициативы в общественную палату Российской Федерации, поддержать правительство Республики Бурятия, потому что действительно условия достаточно тяжелые. Ну и ваша телекомпания неоднократно показывала те жалобы, которые люди вот живут в таком жилье. И есть достаточно много проблем, как на уровне законодательной инициативы. И я думаю, что депутатам Народного хурала, как и депутатам Государственной Думы от Республики Бурятия, крайне важно сейчас подключиться к этой проблеме. Далее, продолжая эту тему, нужно сказать о том, что каким образом доводится, в частности, у нас наше жилье до аварийного. То есть это и то, что когда, допустим, происходит ремонт, то есть капитальный ремонт домов. И опять же, я могу сослаться на... Это второй блок вопросов. Это второй блок вопросов, он тоже очень серьезный, потому что к нам буквально на круглый стол приезжали люди, которые пожаловали, в частности, с села Таловка, Прибайкайского района. Мы буквально в этот же день поехали на улицу Кубышева, посмотреть, что там произошло при капитальном ремонте. Есть жалобы, действительно, поскольку, допустим, идет обрушение перекрытий, может быть, неправильно, или подрядчики, которые приходят на ремонт, достаточно не выполнившие своих обязательств и так далее. В данном случае сейчас, буквально уже сегодня, шли конкретные, вернее, разработка предложений, каким образом улучшить эту работу, во-первых, с подрядчиками. У нас ведь хорошие строительные организации. А почему они тогда так строят? Но дело в том, что федеральный закон 44-й, его действительно сейчас нужно полностью пересматривать, который таким образом, ну, во-первых, и по срокам, и по тем суммам средств, ну и так дальше. Поэтому я думаю, что даже может быть создание некой аффилированной структуры, я имею в виду ремонтной, строительной, потому что сейчас, если подрядчик убежал, у него не хватило денег, и он просто куда-то, извините, исчез, то в данном случае вполне возможно иметь какую-то структуру, которая очень быстро могла бы... Ну, вы же говорите, что у нас хорошие строительные организации, как подрядчик может... Нет, хорошие строительные организации, которые прошли через федеральный закон. Я имею в виду, есть действительно хорошие подрядчики, потому что стройка, ну, в данный момент встала. Поэтому в этом случае сейчас тоже подготовлено предложение по поводу внесения изменений в 44-й закон. Я сейчас не буду зрителей утомлять. Это действительно уже, скажем, такие практические вопросы. И следующий блок вопросов – это касается качества коммунальных услуг. Вот это самая больная тема, самая тяжелая. Первая тема касается по тарифообразованию. И в данном случае мы действительно говорили о том, что наша уважаемая республиканская служба по тарифам, она формирует эти тарифы в соответствии с методическими указаниями, федеральными законами и так далее. То есть ничего не прикопаешься. Вопрос стоит о модернизации тех сетей, о качестве услуг, которые представляет нам ТГК, ну и о том контроле, который необходимо сейчас сегодня все-таки установить. Потому что если говорить о ТГК, то в данном случае сколько отпускается тепла, сколько поступает до потребителей, и далее куда оно теряется, сколько мы вообще здесь переплачиваем. И нужно отметить, что директор филиала ТГК, вот Кружихин Владимир Сергеевич, пообещал, я думаю, что ваша телекомпания может тоже это отследить, что у нас намечается эта встреча, поскольку мы обнаруживали достаточно много, скажем, обсчетов именно по теплоснабжению, по приборам учета. Неужели директор ТГК об этом не знал? Ну, очевидно, в каждом, как он сказал, конкретном случае надо разбираться. Я думаю, что разбираться уже долго. И это пять лет уже длится. Неужели, причем ТГК делаем перерасчет несколько раз, да, в досудебном порядке, потом в судебном порядке, в следующем, там, через несколько лет. Неужели они об этом не знают и не предпринимают никаких мер? Ну, это же от лукавого, мы же прекрасно понимаем, я не зря вам сказала, что у нас почему-то в Бурятии вся информация за семью печатями. Дело в том, что мы неоднократно поднимали вопрос относительно температурного режима, температурного графика. Вчера мы встречались с управляющими компаниями, то есть в третий день мы работали на форуме. И первый вопрос, это нет договоров, нет договоров с ТГК-14, в котором четко прописываются все параметры, поставляемых. Чья вина? Ну, во-первых, наши управляющие компании однозначно говорят, ТГК не заключает договор. То есть им просто, извините, наверное, невыгодно заключать такой договор, потому что они несут ответственность. Проще сказать, что вся проблема в управляющей компании, которая не подготовилась, допустим, к отопительному сезону и так далее. Поэтому, я думаю, что нужно на самом деле навести здесь порядок. И Общественная палата Российской Федерации, в частности, Игорь Леонидович Шпектор, как комиссия, они реально готовы даже отдельно провести здесь встречу, поставить эти вопросы на уровне Российской Федерации. И вполне возможно, еще вот мы проговаривали, в частности, и аудиторской проверки и так далее. Потому что, ну, посмотрите, сейчас начнется зима. Какая сила может провести аудиторскую проверку и вообще какую-либо проверку в ТГК-14? Потому что, ну, за то время, что они здесь есть, присутствуют в нашем регионе, это естественная монополия на Бурятию и на Забайкальский край. С ними, по-моему, не судился и не, там, не вступал в какие-то споры, ну, только ленивый. Неужели сейчас найдется сила, которая сможет как-то повлиять на эту ситуацию? Ну, вы знаете, конечно, говорить о том, что буквально завтра решится вопрос, что вот те люди, которые сюда приезжали, они все вопросы решают. Я тоже не, как бы, не думаю, вернее, думаю все-таки положительно. И я считаю, что мы разговаривали, кстати, с Забайкальским краем, тоже приезжала общественная палата, ну, давайте объединяться, по крайней мере, эти вопросы решать. Все понятно, потому что их, скажем, развитие зависит от тех тарифов, вернее, от тех средств, которые они поступают от населения. А сколько, значит, заложены инвестиционные составляющие? Как происходит модернизация? То есть, ну, если вы открыты для общения, давайте об этом говорить. И это можно понять, что в данном случае, да, у нас сегодня, там, большая изношенность сетей, что нам необходима модернизация. Да, правительство Республики Брятий сегодня ставит вопрос в Российской Федерации о строительстве, достройке ТЭС-2 и так далее, да, но она же, извините, стоит достаточно большое количество денег, ну и так дальше. Поэтому общественность должна сейчас поднимать этот вопрос для поддержки и решения правительства Республики Брятий. Ну и в целом, вы обратите внимание, что происходит в Республике в части именно этой системы теплоснабжения. Потому что у людей нет выбора на сегодняшний день, потому что есть единственный монополист. Ну, конечно, они, как говорят, мы пытаемся соблюсти все правила и так далее. Ну, вот я начала говорить... Это кто пытается соблюсти? Ну, ТГК-14. Но дело в том, что наступает зима, и у нас какой вопрос? У нас вопрос опять температурного режима. Переживем или нет. И переживем или нет. Дальше у нас и происходит деление. За что-то отвечает город, за что-то ТГК. Ну, знаете, когда начинают говорить, что я за это не отвечаю, отвечает кто-то, но для человека это разницы нет. Татьяна Горинова, у нас остается там около минуты времени. За что Игорь Шпектор назвал действие ТГК беспределом? Мы говорили о общедомовых приборах учетов. Я думаю, что мы будем эту тему поднимать. Дальше нужно усиливать общественный контроль. Нет, ну вот в чем конкретно? Беспредел в части того, что на выходе стоят у них, ну, то есть по отпуску тепла стоят теплощетчики. Они стоят. Но контроля за отпуском вот этого объема, к сожалению, нет. И поэтому в данном случае мы предлагаем и предлагали уже, по крайней мере, провести независимую экспертизу и проводить общественный контроль. Это вопрос, который можно решить быстро и без вложений или нужно вложение? Если приглашать, конечно, независимого эксперта, то, естественно, нужны будут вложения. Большие? Ну, по разным оценкам они разные. Хотя порядок? Ну, порядок где-то за миллион. За каждую проверку? Ну, да. То есть экспертиза достаточно дорого стоит. Ну, нужно будет отследить и так дальше. Поэтому я думаю, что, наверное, игра стоит свеч. Спасибо большое. Я предлагаю на этом завершить. Я напоминаю, что в гостях у нас был член общественной палаты Бурятия Татьяна Думнова, и мы говорили о прошедшем гражданском форуме. До свидания.